КУЛЬТ ПОХОД КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ НАШ РОМАНТИЧЕСКИЙ ТЕАТР Это генеральный директор нашего театра Константин Александрович Зайнулин Добрый день И художественный руководитель, о чем мы чуть попозже поговорим, Игорь Владимирович Лысов Добрый день Ну так как вы люди новые в нашем городе, а в ветке свои порядки, то, наверное, будет интересно услышать краткую историческую справку по поводу каждого из вас Поэтому, Света, давайте вам слово Ну, насколько нам сообщают просторы интернета Ну, я думаю, что у многих на слуху, конечно же, имя Игоря Владимирович Лысова Актер, режиссер, драматург, сценарист Имел опыт работы во многих городах, не только театрах, но и городах И связаны даже не только с российскими городами, я так понимаю, что и за рубежом, и Эстония, Таллинн, также есть в вашей истории Вот, а Константин Зайнулин представляет, как правило, как самого молодого театрального менеджера Вот, и... А не меньше всего информации в интернете? Вот я тоже посмотрел перед нашей записью Меньше всего? Не знаю, мне удалось посмотреть и видеозаписи, и интервью, достаточно много информации И я очень рада, что теперь вы представляете наш Кировский драматический театр Давайте начнем с того, что, по примеру, Ленкома имени Захарова, там упразднили должность худрука, и сейчас там только главный режиссер У нас в театре вы пришли все-таки худруком или главным режиссером? Худруком Я пришел худруком Это ко многому обязывает? Ко всему это обязывает Потому что это худрук и главный режиссер, это две разные национальности Главный режиссер художественно выполняет задания директора Художественный руководитель является партнером директора театра, менеджера Они вдвоем являются руководителями этого заведения, этого театра Вот прекрасно, раз вы работаете в дуэте, это вообще замечательно Ваши личные отношения сложились уже за это время? Да, да, сложились Если говорить подробно, то я во многом испытываю счастливое чувство Потому что я работал с очень большими профессиональными директорами Которые получили образование, работая кем-то в министерствах культуры После чего уходили на пенсию и чтобы им не было грустно, их отправляли в театр Я с такими людьми работал Эти люди являются действительно хозяевами театра, заботчиками, хозяйственными людьми Но ни к менеджменту, ни к управлению театром Вы больше человек творческий, естественно Я просто говорю о директоре Это были люди, которые продолжали быть чиновниками от министерства культуры Константин Александрович совершенно не имеет к этому никакого отношения Человек получил специальное образование Продюсерское, менеджментское У великого нашего Дадамяна Если это никому не известно, то можно действительно посмотреть У нас круче, чем Дадамян Никто не разбирается в управлении театром В связи с этим, я приру вас на секунду Возникает вопрос с вашим приходом С приходом новой крови Ну, актеры пришли в основном из Астрахани Трое, по-моему, из Астрахани Будут ли потрясения в театре очередные? Как вы вообще вошли в коллектив? А что вы называете потрясением? Знаете, у нас есть хорошая традиция Театральная, кстати Каждые три года у нас меняется Либо директор, либо худрук Ну, будет потрясение, конечно Закончится три года, мы с Константином Санычем уйдем Для вас это будет потрясение Если это является традицией И город к этому отнесется с радостью Как вы сказали, прекрасная традиция Это не в хорошем смысле традиции, я имею в виду Ну, тогда все зависит Вы понимаете, в чем дело? От нас, конечно, что-то зависит, Константин Саныч Конечно, безусловно Но это зависит не только от нас Это зависит от большой совокупности Всех составляющих Труппы, цехов, административного отдела Города, людей Может быть, у вас есть такая традиция кировская Побыл три года человек Домой его Скорее всего, не у нас это решает Министерство культуры нашего области Ну, конечно У меня вопрос к Константину Александровичу Вы дольше здесь Вы пришли в конце прошлого сезона И, так сказать, по горячим следам Приняки, если театр можно назвать Хозяйством, то хозяйством Ваши отношения, как вы думаете? Кировская публика благодарна? Или все-таки она, по сравнению с тем, что вы объездили Жили и работали в других городах Она специфическая все-таки? Киров очень театральный город, на мой взгляд Да, и публика Здесь удивительно Внимательно Удивительно И следующее То, что происходит на сценах Я говорю сейчас не только про кировский образственный Драматический театр Я напомню, что здесь еще два Очень крепких, известных Профессиональных коллектива Да, еще есть замечательный театр На Спасской театр юного зрителя Есть замечательный театр Кукол Есть несколько очень сильных Крепких, любительских Театральных коллективов Но, безусловно, конечно же Кировский образной Драматический театр В силу просто Своей истории Своего местоположения Занимает Или должен занять Лидирующее положение Исходя, ну, хотя бы Хотя бы просто Из того исторического факта Что наш театр является Одним из старейших театров в стране Я нисколько не преувеличиваю Он был основан в 1877 году Сейчас мы находимся на старте На секундочку 146-го по счету Театрального сезона 146-й Да, в декабре Мы активно готовимся К празднованию своего юбилея 145 лет со дня Своего основания На сцене будет Замечательный театральный праздник Настоящий спектакль Да, строго говоря Это такая, знаете Мини-репетиция Совсем уж большого юбилея 150-летнего Который будет-то всего Через 5 лет Закольцовывая Ваш предыдущий Тезис Касательно Частой смены Руководства театра Вы знаете С одной стороны Это абсолютно Нормальный процесс 146 лет истории Да, представьте Да, конечно Представьте Сколько за эту историю Было руководителей Представьте Сколько За эти годы Было замечательных артистов Да Память о которых До сих пор живет В сердцах кировчан Да Почему я вот так романтично говорю Буквально вчера Мы отмечали Да И почтили память Евгения Степанцева Который долгое время Занимал Постхудожественного Руководителя нашего театра С его именем связаны Множество достижений Ну вот в частности Да, премия имени Станисравского Который в 80-е годы Он поручил за свою За свой спектакль Диалогию И ушко не прокуча И каждый 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 Сружитель театра Внес Да Тот или иной В крат Поэтому Ну Чего же тут греха То есть За последние 10 лет Да Действительно Я являюсь седьмым Руководителем Седьмым директором Нашего коллектива Пост художественного Руководителя Более стабилен Да Но тем не менее За 10 лет Игорь Владимирович Четвертый По счету Человек Вы знаете С одной стороны Это абсолютно Наверно Нормально Режиссеры Артисты Переезжают Из региона В регион Из театра В театр Ведь на всю страну Нашу необъятную Не так уж и много Строго говоря Профессиональных Коллективов В России Насчитывается 800 профессиональных Театров 200 из них Находятся в Москве 150 Находятся в Санкт-Петербурге А все остальные Да Соответственно Разброшены По всей нашей Театральной стороне Я лично имею опыт Работы в разных регионах Страны Родом Я из Екатеринбурга Определенное время Живо работал В Краснодарском крае В городе Сочи Да 8 лет Я занимался Культурными проектами Там Да И застал Доолимпийские Олимпийские Постолимпийские Периоды Последние 4 года Я живо работал На Дальнем Востоке Разглавляет там Очень крупный Академический Музыкальный театр Сейчас Да У нас есть Определенные И творческие И Иные Намерения Направленные Исключительно на одно На развитие Устойчивое развитие Нашего замечательного Кировского Областного Драматического театра Который Без всякого Привлечения Является Очень знаковым Для России Театром Театр Который Должен Быть включен В общероссийский Театральный процесс И это Наша основная Задача Как с точки зрения Моей Продюсерской Менеджерской Как с точки зрения Игоря Владимировича Я уверен Что Все у нас Будет хорошо Потому что Да И праны у нас Соответствующие Я думаю Мы о них Сейчас поговорим О планах Мы чуть попозже Вот Вы заговорили О Евгении Кузьмичу Степанце Ведь он Достаточно Долго проработал В нашем театре В театре Сложились По тем временам И сейчас Наверное Какие-то Остались Еще традиции Вот На ваш взгляд Человеку Давно работающему Я имею Условно Давно В нашем театре И вы Чуть меньше Работающий В нашем театре На ваш взгляд Какие традиции Сегодня существуют В нашем Драматическом театре Которые Быть может Начинались Еще именно 146 лет На ваш взгляд На чем можно Основываться Двигаться дальше Отношения к актерам Дружба актеров Там все возможности Традиции Все же есть в театре Примя того Что там есть музей Зрители его любят У нас замечательная Труппа Это 40 Очень талантливых Очень увлеченных Своим делом Артистов Это и артисты Старшего поколения Народный артист России Владимир Смирнов Заслуженная артистка России Светлана Затарева Заслуженный артист России Никита Третьяков Маргарита Конышева Да Маргарита Конышева Сувелева Никита Третьяков Это вообще Наш такой Легенда нашего театра Легенда нашего театра Поступивший в труппу Да Сразу после окончания Своего театрального института Извините Я понял Он еще Леопольдо играл В детском спектакле В дневном Леопольдо он играл Да 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 И вся жизнь Его связана с этой сценой Сейчас Да Начинал с Леопольдо Сейчас Да За его плечами Множество других Замечательных Работ Да Но при этом Есть артисты Среднего поколения Есть артисты Совсем-совсем Только выпускники Да Вот Ну вот К примеру Пять человек Пять человек Только что поступило В труппу театра Это выпускники И учебных заведений Специализированных В Астрахани В Воронеже В Перми Вообще Если вот Посмотреть на наши труппы Да География всей страны Представлена И конечно же Что такое театр Да В первую очередь Это передача мастерства От артистов Да Старшего поколения К молодым Да Которые в момент репетиции В момент Формального и неформального Общения Впитывают Как раз Вот те традиции О которых вы спрашиваете А традиций очень много Мы их бережно Храним Да И Пытаемся Занять нишу Красического Успешного Без пяти минут Академического театра Потому что К этому нас обязывает Многое Нас к этому Обязывает Наша история Нас к этому Обязывает Величественное здание Которое Возвышается В самом Центре Кирова Да Здание Я напомню У нас является Памятником Архитектуры Общероссийского Федерального Значения А до этого Мало кто Об этом знает Да Вот Нынешнее здание Построено в Тридцать девятом году А до этого Напротив Действующего здания В сквере Где сейчас Фонтан Старый деревян Было Измещено Старое здание Театра Деревянное Построено В 1877 году А еще Константин Александрович Может Подробная Теорище Разбранка Да Но это Подкрепление Видимо Своих знаний Ну Естественно Да Там Я как Краеве Тоже еще Могу Добавить Что Между Деревянным зданием И современным Да Существующим Могло случиться Другое Совершенно Здание И наш театр Мог выглядеть По-другому Потому что Перестройка Деревянного театра Она началась В 20-е годы В эпоху Конструктивизма И проекты Были именно Такого плана Но так как Вот это Начало строительства Затянули до 30-х годов И до переименования Города из Вятки В Киров То в 35-м году Уже просто Некогда было Выбирать Из представленных Проектов И вышел Уже соответствующее Постановление И выбрали Вот этот Проект Уже В стиле Сталинской архитектуры Причем без портика Да Причем без портика Да Совершенно Без треугольного фронтона Не без портика А без треугольного фронтона Теперь он точно так называет Да И вот я всегда задумываюсь Если бы у нас Если бы наш Театр Выглядел иначе Да Вот Он Не так как выглядит сейчас А Выглядел бы как Например Театр в Ростове-на-Дону Где проект тоже Вот как раз Конструктивистский Сказывалось Либо это На внутренние ощущения Вообще там Театра Или труппы Мне очень интересно Узнать мнение Игоря Владимировича Потому что я Как человек Интересующийся архитектурой Вернемся к творчеству Вот заговорили О новой крови Которая пришла Да Скажите Скажите Вот если вы хотите Чтобы наш Театр Более стал Академичным То присутствие Русской классики Здесь будет преобладать Или все-таки Как-то современность Пойдет Ведь ваша политика Вот Реперутар Вы начинаете Свою работу Здесь Чеховского Дяди Вани Причем Вы уже ставили Уже спектакль В Эстонии Еще где-то По-моему Да Нет По-вашему Я ставил Я ставил только его В Эстонии Вот в Эстонии То есть А почему именно Чехов Почему У Чехова 5 пьес У Островского 47 А тем не менее Чехов он Всегда современный Хотя Островский Описал Всевозможные русские Характеры В своих пьесах Я хочу Вернуться К вашему вопросу А потом К вашему вопросу А потом Вам отвечу В этой труппе Есть Очень хорошая Традиция Которую Традиции Назвать Нельзя Теплая Любовь К Евгению Степанцеву Я попросил Когда я узнал Где кабинет Художественного Руководителя Я узнал Что он где-то там Под лестницей А кабинет Степанцева Долгие годы Был заброшен Разрушен Как Ну как сказать Как забытая стройка В которой Трудно даже войти Я попросил Константин Александровича Помочь мне В этом Константин Александрович Мгновенно Отреставрировал Отремонтировал Этот кабинет И первую Свою репетицию Дяди Вани Я провел В этом кабинете На втором этаже Да И вот я хочу вам сказать Ко мне Первый актер Зашел И сказал Можно в обуви А после репетиции Они остались Старики Конечно Это тепло Конечно Мне это лестно Они сказали Большое тебе спасибо Что ты Вернул Этот кабинет В жизнь Он так у нас В театре называется Кабинет Степанцева Я сейчас Договорюсь С госпожой Одинцовой Чтобы она мне Выдала фотографию Где будет висеть На одной из стен Ее будет висеть Евгений Степанцев На другой Будет висеть Мои учителя И Я знаю Что Вдруг Вдруг актеры Потянулись За всякой Мелочью За крупным вопросом В этот кабинет Вот это Традиция Это традиция Любви к Степанцеву Я ее буду беречь Константин Александрович Меня в этом Всячески поддерживает И Вот это настоящая традиция Потому что Она связана В этой историческом периоде С Евгением Степанцевым На вопрос Ваш Хочу сказать Конечно Если бы это был Такой же трактор Как в Ростойной дому То был бы Совершенно Другой Театр Этот театр Сегодня Напоминает Театр И это Прекрасно Излюбленное место Кировчан Наш театр Что касается Теперь Моего выбора Пьесы Я на Представлении Меня Труппе Высказал Несколько позиций На которых Я стою Перед этим Я эти позиции Высказал Константин Санычу Заместителю Представителя Правительства Мы их Обговорили Эти позиции Я на них Буду стоять У меня На этом И стоит Мой контракт Не юридический А человеческий Репертуар Не складывается В моем понимании Из понятия Русская классика Зарубежная классика Современная пьеса Я не собираюсь Вести Не художественную Идеологию Репертуар Будет состоять Из того Артист В этом спектакле Проявляет себя Как звезда Поэтому для него Будет ставиться Этот спектакль Другой артист Проявляет себя Как звезда И все свои Яркие качества В таком-то названии И вот Личности Труппы В конечном итоге Обретут Собственный Свой дом Художественный На сцене В других спектаклях Они будут играть От кушать подано До очень мелких ролей Ну ты как В любом тяже Если есть Гамлет То нужно ставить Гамлет Получается Если есть Гамлет Можно ставить Гамлет А можно не ставить Гамлет Но если есть актер Который способен Быть главным героем К нему можно подобрать Пьесу Где он Проявится Наиболее сильно Вот из этого И будет состоять Репертуар Поэтому я взял Дядю Ваню На сегодняшний день Я прекрасно понимаю Проблемы Связанные С возрастом Когда Ты все еще В соку Все еще В духовной И психической Силе А возраст Начинает Сказываться Поэтому мы договорились С Владимиром Смирновым Что мы начнем Эту историю С народного артиста Владимира Смирнова И поэтому Появился Дядя Ваня Я начну Строить Репертуар От народного Артиста Владимира Смирнова Там заняты Люди Которые По своему Дарованию Способны Сами иметь Такой спектакль Они будут Их у иметь Будут иметь Все 9 человек Которые там Сейчас есть Второй вопрос Почему я взял Дядю Ваню Понимаете Труппу Если рассматривать Труппу Не как Собрание Людей А как Живого Человека То вы Сами сказали Беду Этого театра Вот они Работали 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 У многих Уже Вышел ресурс Энергетический Они уже устали И они могли бы Еще может быть Чуть-чуть И превратиться В дядю Ваню Который уже Никому Не нужен Да Вы тут правы И Эту труппу По моему Никогда никто Не любил Я убираю Еще раз Евгений Мы понимаем Мы говорим Про это время И вот это Они не бесхозно Не безотцовщина Она просто Нелюбима Никто их Не посылал К чертовой матери Никто их Не обнимал Никогда Никто с ними Как Анжелика Маркиза Ангелов Не говорил Что я слишком Люблю своих детей Чтобы их баловать Я понимаю Я понимаю Что нужно Проститься С тем Периодом Этой труппе И сыграть Дядю Ваню Сыграть Дядю Ваню Чтобы вместе Поплакать Посмеяться Над каким-то Периодом Безотцовщины То есть Вы Конкретно Сейчас В точку Попадаете При выборе Этой пьесы Да И когда нам Ждать премьеры 28 29 30 Октябрь Потому что В сентябре Я в афише Я пока Не увидела Я думаю Что мы еще Встретимся До премьеры И поговорим И скорее всего У нас Собеседниками Будет И Игорь Владимирович И скорее всего Владимир Смирнов Потому что Это будет Весьма Интересный Разговор Я думаю В связи У меня вопрос Как вы думаете Публика пойдет Нельзя диване Скажу Как Человек Который Живет В профессии Новый Директор Новый Худру Конечно Будет Интересно Посмотреть Это точно Будет Аншлаг Это Сто процентов Дальше Как они Это примут Загадывать Нельзя Здесь нельзя Ни в коем случае Одно Я могу Сказать Глядя на Публику Я понял Что Публика На живое Реагирует На живое В любом качестве Но я думаю Что В любом качестве Живое Все таки Лучше Чем в самом Отличном Качестве Мертвое Обязательно Конечно Конечно И в этом смысле Я спокоен Люди Которые Я вижу Вначале В зале А потом На улице Вы не поверите Ни для красного Словца Я даже уже Стал злиться Я не нашел Ни одного Случа Чтобы подумать А все таки Здесь тоже Есть плохие люди Нет Я встречаюсь С замечательными людьми И в зале И в фойе И на улице Очень здорово Что мы Мы сейчас просто Привемся На рекламную паузу Я прошу вас Дарья Радио Слушайте Оставайтесь с нами Мы продолжим Наш интересный разговор И во второй части Мне больше всего Конечно Хотелось бы Поговорить О том Кто вы Как режиссер Я задаю вам вопрос Чтобы у вас было время Подолк Вы диктатор Вы наоборот Соратник У нас рекламная пауза Культ поход В эфире программа Культ поход И хочу предупредить Что сегодня Мы не проводим розыгрыш У нас очень интересные гости У нас много вопросов К ним Но со следующей недели Мы обязательно вернем Эту традиционную рубрику И я представляю Вновь наших гостей Это художественный руководитель Кировского драматического театра Игорь Лысов И директор Кировского драматического театра Константин Зайнулин Да Поэтому дорогие радиослушатели Мы действительно продолжим Нашу хорошую традицию Разыгрывать билеты На все культурно-массовые мероприятия Нашего города Единственное Что мы действительно Сегодня начинаем сезон И мы идем в записи Поэтому просьба большая Не звонить нам Нам на наш телефон 322-22 Как говорил там Кто там у нас Из мультгероев До выхода на рекламу Мы с вами Затрону тему Кто вы как режиссер Диктатор Соратник Кем лучше быть Вообще конечно Лучше быть тираном Потому что Если ты погладишь По головке То человек Как-то улыбается А если быть демократом То ударишь Он расстроится Но это такая Гончаров же был абсолютным диктатором У себя в театре на Маяковске На Маяковске Андрей Александрович Гончаров Был абсолютным художником Понимаете Это вопрос очень серьезный Есть очень хорошее правило Любого Любого Какого-то понятия Что такое театральное искусство Монархия в театре не проходит Проходит только абсолютная монархия Да Это раз Дальше я хочу вам сказать От того Про что ты ставишь Такой Ты В этой социальной иерархии И режиссер Диктаторство Мне Совсем не близко Демократия Мне не ближе Еще Потому что Я Это очень Демократия в театре не нужна Я не люблю Ну Соратничество Ну Знаете Я профессиональный человек Чтобы получить соратника в театре Это надо очень долго прожить Все говорят Вот он мой партнер Мой партнер Я понимаю Что это просто Лезть самим себе Чтобы стать партнером Это все по-другому Я Еще раз обращаюсь к тому Что я сказал На Сборе труппы Мне кажется Директорский театр Нехороший Режиссерский театр Он доказал свою Неправомощность Я не беру авторский Это маленький театр И так далее Актерский театр Это полная Бессмыслица В 21 веке Я считаю Что королем в театре Должен быть Его величество Спектакль Это единственный критерий Которому служат Все Во всех остальных случаях Критерием становится Другая вершина И тогда начинают люди Прогибаться В ту или иную сторону Спектакль На спектакль трудятся Все Включая От директора До Сотрудника вахты На служебном входе Это все Служат им этому У него есть принц Который называется Репетиция Все Больше Каких-то таких Святых особ В театре Не может быть Если мы служим Спектаклю То вы совершенно Естественно Оставляете мне Право лидерства Потому что Вы знаете В этом Вот в этом пике Право лидерства Должен быть ему Он Конечно И никаких Нет проблем От я От своих Эгоистических Вещей И так далее И так далее Хочу задумывать Материальную вещь К вам вопрос Насколько дорогой Сегодня будет Спектакль Дядя Вань При нашем финансировании При нашей жизни При стоимости Билетов Которые мы Продаем на премьеры И на Обычные спектакли Дорога ли сегодня Постановка Ведь в Москве Там миллионы Тратится на постановки Московских театрах И в тех же Питерских театрах У нас как дела Плеят Десятки и сотни Миллионах Тратится в Москве На создание Спектаклей Театр это вообще Знаете Дорогая Игрушка Дорогое удовольствие Да Но Тут важно Отметить Что конечно же Феномен Русского Репертуарного Театра Связан Прежде всего С тем Что все Профессиональные Театры Страны И Киров Здесь не исключение Являются Государственными Учреждениями Большую часть Бюджета Которого Они получают В том числе Да И средства Образного Краевого Или муниципального Учреждения В зависимости От ведомственной Принадлежности Того или иного Коллектива Это экономический Закон Театр Не Является И никогда Не сможет Быть коммерчески Прибыльным Коммерчески Успешным Предприятием Да Вы имеете Ввиду Только Репертуар Театр Я имею Ввиду То что мы Называем Русским Репертуарным Театром Поскольку Если брать Опыт Западных Стран Коммерческие Мюзиклы На Бродвее Конечно Есть Масса Примеров Известных И в том числе И в нашей Стороне Названий Которые Приносят Просто Большой Огромный Доход Его создателям Но Только 10% Выпускаемых На Бродвее Мюзиклов Имеют Прибыль Почему я Об этом Загорел Потому что Есть же Муниципальные Театры Есть еще Приком При каких-то Там заводах Фабриках Условно говоря Да Тем не менее Они в любом Случа Не приносят Доход Но Есть Возможность Мы сделали Такого Дядю Ваню Что Вот Все У нас Аншлаги Весь сезон На него Пойду Безусловно И тут Я подвожу Это не в обиду Вам Извините Тут я подвожу Естественно Да К ситуации Связанной С конкретным Нашим коллективом Мы Очень Большой Крупный Театр В штате Кирпского Образного Драматического Театра Порядка 120 Человек Только Да В официальных Трудовых Отношениях Я здесь Даже не беру Людей Которых Мы периодически Привлекаем Вне штата В рамках Договора Гражданско-правового Характера Это не только Артисты Это Специалисты Удивительные Мастера Которые Создают Декорации Костюмы Элементы Бутафории Это Люди Которые Профессиональной Основе Занимаются Световым Решением Спектакля Его звуковым Оформлением В конце концов Это просто Капельдинеры Гардеробщики Администраторы Зрительного Зала Которые Встречают Нашу Публику Как и на любом Предприятии Там есть Юридический отдел Отдел кадров Бухгартерия Итого 120 человек Это Большое Здание В самом Центре Города Которого Нужно Отапливать Которое Нужно Убирать Планируется Какой-то Ремонт До этого Дойдем Конечно Я уже Вижу Наше время Оно Истекает Поэтому Мы Бесконечно Признательны Правительству Кировской области Которое Осознает Нашу Социальную Значимость И Безусловно 60% Это Никакой Не секрет Это официальные данные Не опубликованные Во всех Открытых Источниках 60% Бюджета Нашего театра Как Впрочем И театра Наспасская Как Впрочем И театра Кукол Датируются Из бюджета Области Оставшиеся 40% Безусловно Мы Зарабатываем Самостоятельно Путем продажи Билетов Путем Да Организации Каких-то Иных Форм Сотрудничества Но Только Благодаря Этой Субсидии Мы И Можем Сделать Цены На билеты В театр Доступными По цене Да Спектакли Текущего Репертуара Театра Начинаются До 300 рублей И заканчиваются До Цифры 800 рублей Премьерные спектакли Естественно Поскольку Да Определенный Повышенный Зрительский Интерес Некий Ажиотаж К нашей Любой постановке В том числе Я надеюсь И к ближайшей Постановке Да Премьерной Дяди Ваня А я напомню 28 29 И 30 Октября На основной цене Нашего театра Состоится Премьерный показ Этого спектакля Да Там цены Чуть-чуть дороже От 400 До 1000 Рублей Но согласитесь Наверное Да Абсолютно доступно Доступно Билет в кино Состоит дороже Допустим Допустим Играть Раз Какие-то появляются Конкретных пранов Сейчас что-либо Там Списать Играть У нас таких намерений Нет Да Но иногда Возникает Ситуация Да Связанная Ну просто Физически Да Графика работы Театра Не позволяет Показать В месяц Да Все эти 30-40 названий Которых вы упомянули Да Поскольку Помимо текущего Репертуара У нас безусловно Есть репетиционная работа По выпуску новых постановок Иногда так бывает Что Артист Занятый в главной роли Да Ну по тем или иным причинам Не может в этот день Да Или не может в этот месяц Да Потому что он загружен Там Ну то есть я понимаю Что здесь условия Все равно диктует публика Да То есть зритель хочет это смотреть Он приходит смотреть Прислушивайтесь Да В том числе Безусловно Это Да Все что мы делаем Мы делаем ради зрителя Театр живет Очень насыщенной жизнью Каждую пятницу Субботу Воскресенье Воскресенье Как правило Два названия Да В том числе Для детей На неделе В будние дни Мы очень активно работаем Да У нас есть как спектакль На основной сцене Так и спектакль Камерный фон Вынужден вас прервать У нас стоит минута Хотелось бы еще Обойною задать вопрос Вкратце о ремонте Буквально в несколько секунд Вложитесь пожалуйста В августе этого месяца Состоялся официальный визит Министра культуры Российской Федерации Ольги Борисовны Любимовой В наш город Она посетила В том числе И здание Кировского образного Драматического театра И временно Временно исполняющего обязанности Губернатора Кировской области Александром Валентиновичем Сокоровым Федеральным министром Были достигнуты договоренности Обрасть Кировская область Выделяет соответствующие средства На разработку проектно-сметной документации И я надеюсь Что эта работа Будет завершена В этом году Давайте мы о подробности поговорим По нашей следующей встрече Мы эту тему обязательно затронем Уже с сентября и октября Игорь Владимирович Желаем вам Творческого успеха В нашем театре Творческого тернистого пути Скажите у вас в Москве Остались какие-то проекты Еще? Вы же снимались в кино Работали там в театре То есть вы будете выезжать Туда-сюда Обратно Нет? Ну Достаточно Чтобы вы мне пожелали успеха Вот это достаточно Спасибо Мы заканчиваем наш эфир Спасибо большое Что к нам пришли Желаем вам Успешного театрального сезона Чтобы все билеты были проданы В студии был Игорь Владимирович Лысов Художественный руководитель Нашего театра драматической И Константин Александрович Зайнулин Директор театра И передачу Вели Светлана Дождевых И Павел Сузин Всего доброго До свидания Культпоход Ограничение по возрасту спектакля К 145-летнему юбилею Кировского драматического театра И спектакля Дядя Ваня 12 плюс